Валерий Мазанов С другой стороны, есть и определенные проблемы. Сегодня мы говорим о них с депутатом Пермской городской думы Владимиром Маниным. Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Здравствуйте. Воспользуюсь служебным положением. Как пользователь дорог вашего округа номер 19, прошу про самую горячую точку. Это реконструкция площади Восстания. Как, по вашим данным, идет ремонт? Все ли успевают? Будет ли сдано в срок? И когда этот срок? Проект площади Восстания, в первую очередь, осуществляется в рамках того графика, который был составлен, оформлен. Было даже опережение определенное в летний период, на месяц. Но появились определенные сложности. Но все равно, даже при этом, строители все выполняют в сроки. В этом году, в ноябре месяце, должны закончить работы по второму мостовому переходу с выходом на площадь Восстания. Ну а весь проект будет закончен в ноябре следующего года. Это уже с благоустройством, с оформлением всех дорожных необходимых разметок. Но машины поедут в этом году через площадь? Машины уже в этом году поедут через площадь, в декабре месяце. Но, насколько я понимаю, это все-таки полумера. Она не решает полностью транспортную проблему. Вот вышки 1, вышка 2, изовая и так далее. Вот тех микрорайонов, которые в той стороне. Мы все время с вами возвращаемся к одному и тому же вопросу. Это дорога номер 53, которая долгое время в проекте. А вот целинной на Садовой. Есть ли какое-то движение на этом направлении? Передусловно, реконструкция площади Восстания, в первую очередь, не решит проблемы пробок. Не решит проблему удобства граждан Ирженгизского района и Матевилинского района по доступу и возвращению из центра. Есть определенные переговоры и на уровне губернатора, и правительства Пермского края, и на уровне администрации города. По решению этой проблемы, ну, надо сказать, что генеральный план застройки города Перми, он уже предусматривает строительство этой дороги, которая должна соединить микрорайон Вышка 2 с микрорайоном Садовой. Переговоры проведены на уровне администрации города с условием того, что в 2016-2017 году мы должны будем приблизиться уже к решению вопроса по финансированию проектных работ. А далее, значит, 19-20 год, наверное, начало строительства этой дороги. Если все пойдет так, как мы говорим сегодня, я думаю, что это уже какой-то шаг вперед. А ускорить это невозможно, потому что коллапс-то уже сегодня. Ну, есть мнение в городе определенных кругов, которое считает, что, наверное, надо все-таки приблизить этот проект, потому что ситуация усугубляется. Ну, достаточно сказать, что я сам проживаю в микрорайоне Вышка 2, и чтобы спуститься из нашего микрорайона до улицы Соликамской, тратим сегодня от 20 до 30 минут времени. Там пешком 2 минуты? Пешком можно за 3 минуты. Естественно, в этом месте скопление транспорта усугубляет вопрос еще то, что жители микрорайона Вышка 2, не желающие ожидать, стоя в автобусе пассажирском, терять полчаса, они, естественно, спускаются пешком на улице Соликамской, на остановочном комплексе Балмошной, они садятся, проходящие по Соликамскому тракту автобус, и гораздо быстрее добираются до города. Ну, а водители легковых собственных автомобилей, естественно, вынуждены ждать. И пропускать их, конечно. Я считаю, что, наверное, необходимо на сегодняшний день уже на уровне города и на уровне правительства Пенского края встречаться и вести переговоры более серьезно, более вдумчиво. Все-таки надо запланировать какое-то решение. Не так давно мы встречались у заместителя главы администрации города Дашкевича, министр транспорта Пенского края Закиров. Я предлагал заключить между городом и краем соглашение, которое предусматривало какие-то пошаговые, поэтапные движения вперед. Ну, мы договорились, что мы обязательно к этому вопросу вернемся, но в начале 2016 года, когда уже бюджеты будут приняты, когда более прояснится ситуация после первого квартала 2016 года, ну, я думаю, что наши договоренности будут выполнены. В ваших микрорайонах, конечно же, не только эти две дороги. На дворе уже поздняя осень, фактически зима, можно подводить некоторые итоги года. Я хотел бы узнать, что сделано на дорогах, которые, может быть, менее заметны, менее значимы, но, тем не менее, для вашего округа они играют определенную роль. Нельзя сказать, что мы большую работу повели по каким-то автомобильным дорогам, большим, крупным. Но вот что касается благоустройства территории, ну, в частности, микрорайона Вышка-2, достаточно много сделано в этом году. Мы сумели профинансировать и выполнить работы вместе с подрядчиками по улице Гошкова. Достаточно большой блок сделали тротуар, которого не было. Сделали по улице Гошкова от дома 25-го до 35-го. Сделали устройство для ограничения скорости, так называемой искусственной неровности. По улице Красноуральской тоже тротуар устроили до школы 30-й для удобства прохождения детей в школу. Небольшие участки сделали, детского садика, тротуар. Сделали тротуар вдоль так называемой китайской стены, это Ивана Франко 40, дробь 1, дробь 2, дробь 3 восстановили. И у нас осталось на этой улице Гошкова. На следующий год, я думаю, мы закончим благоустройство еще соединительной части автодороги и тротуара, соединяющей четную и четную сторону. Этот проект совместный будет, видимо, с заводом машиностроителей и администрацией Матавилинского района. Мы сумели благоустроить внутридворовые территории в этом году по улице Гошкова 30, дробь 1 и 30, дробь 2 и проезжую часть тротуар. Мы сумели благоустроить частично территорию возле дома по Ивана Франко 45. Ну и планы у нас в следующий год достаточно амбициозные. Я думаю, что надо закончить благоустройство в двух территориях. Мы смогли по просьбам жителей договориться с департаментом дороги и транспорта и установили светофор на улице Целинная, который точно выручил жителей частного сектора, которые ежедневно выходят на улицу Красноуральскую. В вашем округе очень много частного сектора, частных домовладений. И, насколько я знаю, не только по вашему округу, а вообще, в принципе, по городу, очень характерная такая и тяжелая проблема для частного сектора – это центральная канализация. Свойственна ли эта проблема для вашего округа? И если да, то как она решается? Если говорить про наш округ, 19-й, 12-й округа – это и микрорайон Язовая, микрорайон Вышка-1 и Вышка-2, здесь централизованной канализации пока не предусматривается. В качестве экспериментного проекта, значит, сегодня централизованная канализация, работа проводится по ней в микрорайоне Кислотной дачи. Я очень надеюсь, что опыт, накопленный по устройству в этой территории, поможет и по другим территориям, в том числе и по нашему частному сектору. На мой взгляд, не совсем правильная позиция некоторых представителей администрации города, которые считают, что все проблемы частного сектора – это проблемы тех людей, которые в этом секторе живут. Пусть сами с ними и разбираются. Ваш дом, ваша собственность, ваша земля, ну, вроде бы, занимайтесь сами. Не согласен с этим категорически. Мы же в городе, мы же платим налоги. Совершенно верно. Люди такие же живут. Ну, пусть они являются владельцами этой земли, но все проблемы все равно должны сжаться совместно, даже с привлечением финансов частых людей. Что касается канализации вообще в частном секторе, конечно, позиция администрации города в том, что проще купить сегодня автономную систему биологической очистки канализационных стоков. Она является самым реальным проектом, что для каждого частника. На самом деле, давайте посмотрим, если представим себе, живет семья пожилая, допустим, проживающая на пенсию, ну, пусть эта пенсия составляет 25-30 тысяч на двоих, и она должна купить вот эту вот систему автономную. Больше 100 тысяч, которая стоит. Которая от 100 тысяч и до 500 тысяч. Ну, 100 тысяч, это, мы понимаем, метр на метр, это самое минимальное, которое надо очистить, может быть, или прощать где-то, ну, допустим, раз в неделю. Если раз в месяц, это уже приближается к той сумме, которая 500 тысяч стоит. Естественно, пенсию таких вещей не купишь. Поэтому я считаю, что проектировать все эти канализационные, такие централизованные системы, безусловно, надо. А дальше уже смотреть, за счет чего это все делать. Если жители согласны участвовать в софинансировании, ну, может, сосед может помочь своему соседу. Ситуация может быть разная. Я думаю, что, наверное, надо искать выходы и в этой ситуации. Помогать людям все-таки, ну, естественно, и благоустраивать улицы, и освещать их продолжать, или переводить дороги частного сектора из категории четвертой, категорию хотя бы третью. Для того, чтобы благоустройство было с тротуарами, все-таки с какими-то, пусть отцепными на первое дело. То есть этим надо заниматься. Частный сектор, он заслужит пристального внимания. Я с вами совершенно согласен, потому что иной раз заходишь в какой-нибудь микрорайон с частным сектором, и становится стыдно. На дворе 21 век ни света, ни дорог, ни, наверное, газа. Вот, кстати, о газе. Когда будут газифицированы все дома в вашем округе? Договор между газовиками и городом, он существует сегодня до 2017 года. Вообще, до 2017 года мы должны были газифицировать все территории. К сожалению, этого не получается. Даже там, где жители готовы профинансировать, или участниками софинансирования процесса стать в этих микрорайонах, частично проходят работы, проводятся. Депутаты Песко-Городской думы настаивали вообще на том, что даже ускорить время газификации до 2016 года и закончить. Ну, мы сегодня говорим, давайте так, 17-й год, вы обозначили, давайте стремиться к этому, искать пути, выходы все-таки. Если у города нет средств на газификацию, если инвесторы не в состоянии сегодня в полном объеме вложить, давайте еще раз искать возможности. У нас сегодня есть муниципальная частная партнерство, все сегодня на законодательном уровне подготовлено для того, чтобы начинать пробовать. А в чем проблема, я не понимаю, газовики не заинтересованы в новых потребителях, или «Газпром» у нас такая бедная компания, что не может вложиться в новые трубы? Да, не совсем так. Газовики как раз готовы вкладываться, газовики готовы идти даже на определенные затраты, то есть выполнять работы, а получать расчет позднее. Ситуация немножко в другом. Есть определенные сложности по срокам, я имею в виду проектирования, есть возможности города определенные. Сегодня мы знаем, что по всей стране, в том числе и российский бюджет предполагает затянуть пояса. Есть определенные установки на то, чтобы и в городской администрации некоторые проекты попридержать. Задача депутатов Пермской городской думы совместно с администрацией города найти именно те болевые точки, которые в первую очередь надо профинансировать. То есть мы сегодня работаем в рамках комиссии по ранжированию объектов. Это касается и образования, это касается и жилищно-коммунального хозяйства, где мы должны определить, что в первую очередь нужно. Но мы настаиваем на том, чтобы всем было понятно, и депутату, и жителям тех микрорайонов или округов, которых они представляют, когда, в какое время планируется тот или иной объект. Ну да, что мы будем рассказать, пообещать. Совершенно верно. У нас, к сожалению, сегодня пока идет такая картина, что да, мы договариваемся, все наши договоренности, они нарушаются и в одной отрасли, и в другой отрасли, и в третьей отрасли. Очень хотелось бы, чтобы все-таки порядок в этом вопросе существовал. Ну вот еще одна отрасль, которая, конечно же, важная, достаточно посмотреть на строчки в бюджете, это социалка. Говоря о предварительных хотя бы итогах года, нельзя не затронуть и эту сферу. Что было сделано, какие объекты, может быть, построены, может быть, какие-то отремонтированы? Расскажите, пожалуйста. Ну давайте самых существенных проблем. Детский сад. К сожалению, в проекте бюджета до 2018 года, который мы будем принимать, рассматривать в ноябре, в декабре месяце, не предусматривать строительство детского учреждения, дошкольного, в нашей территории. Мне совершенно непонятно это дело, почему наша территория не обозначена была. При дефиците мест в детских дошкольных учреждениях порядка 300-350 на сегодняшний день, и при увеличении объемов строительства в нашей территории, домов, высотных, не закладывать в проект бюджета строительство детского сада, ну просто недопустимо. Я тоже не понимаю, президент сказал, строим детские сады, в чем дело? Безусловно, это же очень важное задание вообще-то, и то, что президент говорит, вообще-то надо выполнять всем уровнем власти. Именно поэтому у меня были проведены совсем недавно встречи и с главой администрации города, и с департаментом образования, мы разговаривали уже неоднократно по этому поводу. Буквально несколько дней назад мы были у замглавы администрации города, курирующего вопросы отведения земли под строительство социальных объектов и других объектов. И вот как раз договорились, что да, наверное, надо все-таки очень серьезно подойти к этой проблеме, начать постараться в 2016-2017 году все-таки изыскать средства на то, чтобы строительство детского дошкольного учреждения начать. Что касается школы, мы сумели договориться с департаментом образования, мы оформили передачу одного из зданий, принадлежащего краевой власти на уровень города, и планируем в 2017-2018 году провести капитальный ремонт здания по улице Ивана Франко 43, это бывшее здание колледжа Славянова, с тем, чтобы разместить в этом здании среднеобразовательную школу. Владимир Григорьевич, я часто бываю в вашем округе, в ваших микрорайонах, знаете, честно скажу, есть такое общее ощущение некой неухоженности. Вроде бы большие территории, вроде бы места много, но они какие-то заброшенные. И при этом, с другой стороны, явная нехватка мест культурного отдыха, что называется, скверов, парков, где можно погулять с колясками, посидеть и так далее. Вы понимаете, о чем я. Наверняка вам ваши избиратели тоже говорят об этом. Вы как-то работаете в этом направлении? Все четыре года, сколько являюсь депутатом от 19 округа и жителем микрорайоновышка-2, безусловно, мы поднимаем вопрос строительства зоны отдыха в нашем микрорайоне. Надо сказать, что живого уголка или свободного уголка муниципального сегодня в территории Вышка-2 практически не осталось. Все уже запланировано, все уже распродано. И, слава богу, что еще вот этот уголок по улице Гошкова, 20А, еще пока не тронут. Небольшой участок земли, правда, мы просили администрацию города, и они пошли нам на встречу. И мы рассматриваем возможность увеличения территории свободной под зону отдыха и устройства сквера. Мы даже с жителями и с активом микрорайоновышка-2 придумали название этому скверу и направили соответствующее письмо в адрес главы города с присоедением этому скверу, будущему скверу имени вашего героя Советского Союза Гошкова. Думаем, что общими усилиями этот сквер в 2016, максимум в 2017 году, все-таки сделаем. Сегодня также поставлен вопрос перед администрацией города о отводе земли, о том, что проект заслуживает внимания на инвест-комиссии, мы уже рассмотрели, обозначили определенную значимость этого проекта. Думаю, что все переговоры, необходимые на сегодняшний день, мы провели. Мало того, могу сказать, что Совет директоров Матевельницкого района дал согласие на участие в софинансировании этого проекта, хотя проект на самом деле не такой уж и дорогой, это всего в пределах 7-7,5 миллионов рублей. Ну что ж, поддерживаю, и на этой позитивной ноте хочу поблагодарить вас за беседу и, как всегда, пригласить, приходите к нам еще. Обязательно приду. С вами был депутат Пермской городской думы Владимир Манин и я, Валерий Мазанов. Это Лобби-Холл. Смотрите нас на телеканале Ветта. Будет интересно.